доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях большое всем спасибо за лайки их вчера было настолько много что фактически был достигнут новый рекордный максимум сегодня наверное не буду активно призывать вас агитировать к тому чтобы также ставить большие пальцы хотя условно это нужно делать не забывайте что у вас есть возможность собственно присоединиться к нашему каналу подписаться на весь контент который мы готовим для вас и разумеется так вы будете в курсе всего что для вас делается и всего что на финансовых рынках интересного происходит что же давайте поговорим о ключевых событиях текущего дня сегодня у нас в центре внимания очередное выступление джерома паула председателя федрезерва в конгрессе он уже оказал нам большую услугу на неделе минувший когда своими комментариями комментариями поддержал собственно позиции доллара сегодня я считаю то что мы можем повторить успех вместе с баксом учитывая то что сейчас индекс американского доллара находится на отметке 99 65 и но держится в диапазоне это диапазон а 100 и 8 98 и 8 видимо нужен какой-то дополнительный катализатор учитывая то что джером паула уже много раз комментировал текущую ситуацию с последствиями пандемии коронавируса мы прекрасно понимаем то что ее влияние на американскую экономику будет значительным и мы это знаем не забывайте друзья то что паула признал что на восстановление американской экономики понадобится больше года причем пик по основным макроэкономическим показателям пик негатив он еще не достигнут пример уровень безработицы будет расти как по итогам прошлого месяца так и в этом и скорее всего безработица скопнет там до 20 до 25 процентов это много это еще одно доказательство того что мировая экономика после кризиса здравоохранения вынуждена погрузиться в полноценный мировой финансово-экономический кризис и здесь нужно просто заранее принять к сведению то что самым лучшим кандидатом на дальнейшее восстановление останется именно американская валюта потому что такая динамика доллара уже была проверена не одним кризисом по поводу индекса доллара в рамках компания маркет не переживайте за свопы они собственно не взимаются поэтому можно будет открывать опять же долгосрочную торговую сделку и ждать нашу заветную цель в районе сто два сто три пункта я думаю что оттуда доберемся кроме того в отношении доллара вообще вся неделя будет крайне интересно уже завтра эстафету от паула подхватят протоколы последнего заседания американского регулятора будем ждать конкретики анализировать новые потенциально водные по поводу изменения денежно-кредитного курса но в целом я думаю что мы уже точно можем сказать что фрс не будет активно задействовать новые меры экономической поддержки потому что нужно подождать как работают себя а старые шаги и действия по стимулированию поэтому по индексу доллара держим длинные позиции и я не сомневаюсь друзья то что мы эту неделю точно закроем выше юбилейный такой психологической планки 100 золото тоже крайне интересное сейчас особенно учитывая беспрецедентную волатильность я думаю что в рамках минувшей торговой сессии именно золото можно отвести статус самого динамичного финансового актива хай был 1765 наша цель поскромнее значилась на отметке 1750 мы сделали и я надеюсь друзья то что вы все-таки вышли из рынка не стали мудрить в расчете на то что на быстром ралли удастся выжать из рынка еще больше конечно же это неплохая инициатива особенно для тех кто привык рисковать но в данном случае те распродажи которые мы вчера видели под закрытие торговой сессии они все-таки явно доказывают что нужно брать с рынка и от то что он дает сейчас котировки 1738 заманчиво купить опять же учитывая то что все факторы повышенного спроса на защиту они остаются мы следим за тем как развиваются отношения сша и китая очень на самом деле непростая и болезненная тема в частности есть информация о том что сша обвиняют кино китай в намеренном распространении инфекции опять же есть сообщение о том что китай вовсе готовится какой-то серьезной угрозе со стороны сша и даже начал наращивать ядерный потенциал конечно же это до такого дела не дойдет но согласитесь эту тему нельзя игнорировать я допускаю что мы можем через какое-то вернуться к новому раунду непростых торговых переговоров и даже открытой конфронтации пусть и формате словесной риторики в любом случае факторы поддержки для защиты они никуда не одеваются мы также говорим о последствиях пандемии и это в принципе уже оправдала себя как к такой целостный фундаментальный фонд для поддержки золота я предлагаю сделку by limit с уровня 1720 дождаться еще небольшой коррекции уже после покупателя евро против доллара 109 10 на бондесбанк накануне сообщил о том что второй квартал будет просто чудовищным для и еврозоны для германии мы ожидаем еще больше экономический спад сегодня в 1200 по москве выйдут данные позже и осмотрим за статистикой ну в целом данные ожидаются плохие и я надеюсь то что евро окажется под давлением фунт против доллара сегодня опять же даже первым эстафету по влиянию на себя статистике именно фунту можно фунта можно обозначить потому что в 900 выйдут данные по рынку труда тоже ожидаются слабые цифры напоминаю то что на минувшей неделе глава банк англии эндрю бейли четко дал понять что готов задействовать новые меры экономического стимулирования это и возможность снижения процентной ставки и увеличение программы количественного смягчения но нужно проанализировать статистику чем хуже выйдут данные в рамках этой недели сегодня опять же рынок труда далее у нас инфляция потом ироничные продажи плохая статистика блок слабых фундаментальных данных это еще больше вероятность того чтобы на следующем заседании получить то что нам нужно в плане стимулов поэтому по фунту держим позицию точнее цель 120 то что была коррекция это ничего страшного друзья любой тренд это борьба продавцов и покупателей просто нужно быть верными конкретной тенденции рекомендую также сделку по австралийцу сейчас пара находится на уровне 0 65 26 я думаю что в качестве целевого ориентира можно обозначить цель 0 63 особенно после сегодняшних протоколов которые подтвердили готовность резервного банка австралии к доп смягчению монетарной политики также очень не просто сейчас складываются торговые отношения с китаем напомню что для австралии кита является одним из основных рынков сбыта а китай повышает а пошлины на австралийский ячмень частности это антидемпинга вы пошлиным большая ставка почти 81 процента я думаю что австралии придется также отвечать и конечно же это в конце концов приведет очень серьезным структурным изменением в торговом балансе тогда когда экономика отходит от последствий пандемии и еще также не забывайте что австралия стала жертвой серьезнейших пожаров я думаю в конце концов австралийский доллар в связи с таким фундаментом останется очень уязвимым биткоин 9537 всем известный роберт киосаки который является автором бестселлера богатый папа бедный папа сделал свой прогноз касательно того что может произойти с биткоином и ожидает в перспективе ближайших трех лет увидеть стоимость этого актива 75 тысяч я думаю что цель конечно же амбициозная я ориентирую вас на более скромные значения закрепление сначала выше десятки потом а следующая цель 12 с половиной тысяч ну и что касается рынка нефти 3492 сейчас на данный момент друзья я рекомендую тем кто оставлял вместе со мной небольшой остаточный шорт еще поставить стоп лосс на уровне 3570 и если вот это безумное ралли по а факту отработки экспирации продолжится лучших с рынка будет выйти я не хочу принижать значимости того фундаментального позитива который сложился по факту действий стран опек по сокращению добычи и снятия смягчение карантинных мер но ралли который мы видели в последние две недели оно крайне чрезмерным я буду ждать коррекции уже снова заходите в рынок нефти это уже скорее всего будут покупки но не с текущих значений снижение точно будет на этом все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания